Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Сегодня вторая часть нашего с Дианой хотела сказать вопрос-ответ, но нам эти вопросы никто не задавал, мы сами нашли. Первая часть у вас по подсказке сейчас вылезает наверху, мы отвечали на довольно забавные, по нашему мнению, вопросы. У нас осталось 17 вопросов, и мы надеемся, что вам будет с нами интересно. Мы эти видео, обе части, характеризуем как тег, 29 рандомных вопросов, мы сами его придумали, нам этот тег никто не передавал, и мы его нигде не находили. Мы просто сами какие-то вопросы отсортировали, и, собственно говоря, хотим передать этот тег всем, кто хочет поучаствовать. Пожалуйста, если вам вдруг хочется немножко поугарать и повстануть какие-то кринжовые ситуации в своей жизни, то присоединяйтесь к нам и отвечайте на эти вопросы. Если что, возможно, этот тег уже был до нас, просто на нем не знаю. Ну, короче. Что тебя раздражает в твоем питомце? В прошлый раз вопрос как раз последний был про... Что меня в последний раз возмутило, я там сказала про возмущение тоже поведения своего питомца. И сейчас, в принципе, я, наверное, бы ответила точно так же, как и тогда, про то, что он всего боится. Но это не раздражает, это не вызывает у меня злость какую-то, и вот такое вот состояние, типа, знаете, когда все внутри клокочет, и такое, типа, аааа. У меня это вызывает больше недоумение, его боязнь абсолютно всего. Раздражает, наверное, то, что он срет как человек. Так же много и так же вонючее, это просто невозможно. Ладно, там, когда кощик отходит в туалет, он как бы может там возваляться в наполнителе и лежать еще какое-то время. И здесь это невозможно по определению. Диана не даст мне соврать, то, что когда происходит это... Это пи***а. Это просто, типа, как будто кто-то покакал, извиняюсь, и не смыл с собой какашку. Ну, типа, это реально... Это жесть. Он сам по себе очень большой мальчик, и хоть он кушает немного, мы его держим на диете, но это просто жесть. Просто габариты совершенно другие. У меня, опять же, тоже кошка, могу сказать, что прям бесит, раздражает нам до злости. Нет, меня на самом деле не особо трогает, когда она бегает по ночам. У меня есть просто то, чего я не понимаю, какого хрена так происходит. Каждый раз, когда я ее беру на руки, она спокойно сидит и все такое, и вдруг наступает момент, когда я хочу ее отпустить. Я беру, начинаю вот так ставить, и каждый раз, когда я ее приближаю к какой-либо поверхности, а не дает поставить себя спокойно на эту поверхность, она начинает устраивать саль, что он там кружится, типа, отпусти! И я думаю, типа, че? Зачем ты так делаешь? Я бы тебя поставила нормально. Зачем? Ты зачем? Ну, вот это я, правда, не понимаю. Батонин. Можно нормально. В чем твоя самая большая заинтересованность? Ни для кого не секрет, ну, по крайней мере, для подписчиков нашего канала не секрет, что я обожаю покупать косметику. И я могу даже, типа, не пользоваться ей, она может мне лежать, я могу не краситься вообще в принципе несколько дней. Но мне нравится обладать, чахнуть над своим златом. Я уже неоднократно про это говорила, опять же, на канале, в видео. Я вот смотрю на все вот это, на свое, и думаю, а как хорошо! И это реально, это, опять же, мы перевели дословно с английского заинтересованность, да? Что твоя такая, типа, страсть, что тебе нравится? И мне нравится вот это, мне нравится следить за этим, покупать что-то, там, думать, надо мне или не надо. В общем, для меня это как отдельная какая-то часть жизни, которая мне очень нравится, которая меня будоражит. Я сижу просто, постоянно потеряю ладошки, что-нибудь жду, что-нибудь заказываю. И мне нравится это. Не обязательно что-то дорогое, там, не ауры глаз по летке за 80 долларов, которое мне очень хотелось. Это может быть колор-поп, тот же самый, который ко мне приехал недавно. Мне так нравится, что я вот заказываю вот это все. Кстати, греет душу, реально, греет душу. Ну, у меня нет такой прям страсти, знаете, что прям кровь бурлит по телу. Там как мне сильно что-то нравится, да. Много разных вещей, которые меня так или иначе интересуют, но у меня нет, наверное, чего-то прям одного. У меня главное, чтобы канал держался на плаву, не просел и развивался. Короче, ну, вот это вот сейчас у меня такое основное. Много чего интересует, но нету чего-то одного такого. У меня, соответственно, заинтересованность косметика, она тоже выплывает в канальные дела, то есть все так или иначе крутится вокруг MD Beauty Channel. Так заинтересованность, наверное, это просто классно же и интересно, чтобы было потом что-то рассказывать, кстати. Что очень важно. История вам рассказана, да, с чего тут в конце концов. Да, вот именно. Joom это крупнейший маркетплейт, где представлены товары из Японии, Кореи, Турции, Китая и также Англии. На этой площадке рекордное количество пятизвездочных отзывов, более 150 миллионов. И помимо всего прочего, это соцсеть для покупателей. Ее можно напрямую связывать с людьми, которые оставляли уже отзывы, и узнать о них о том, как носится вещь, сломалась она, в каком она состоянии спустя какое-то время и все такое прочее. И как вы все знаете, 11 ноября это Всемирный день скидок, который называется День холостяка. И в честь этого Joom объявляет грандиозную распродажу с классной механикой. С 30 октября в каталоге нужно искать товары со значком 11.11, которые также маркированы корзиночкой при открытии страницы товара. Добавляйте эти товары в корзину, и тогда 11 числа вы сможете приобрести их по максимально выгодной цене с большой скидкой. По отличию многих других магазинов, о которых мы все с вами знаем, у Joom нет завышенных цен во время распродажи, поэтому все товары, которые вы будете видеть со скидкой, идут по максимально честной цене. Что лично меня очень сильно интересует, это вот такая вот гирлянда, она 10-метровая, то есть я сейчас переехала в новую квартиру с мужем, и я смогу повесить ее по всей комнате, и она сейчас стоит 2487 рублей по скидке, хотя стоила до этого 3407, то есть я получаю 1000 рублей выгоды. И также я обожаю всякие штучки для кота, для своего любимого, поэтому такую вот прекрасную лизаночку я могу купить по цене 1432 рубля, хотя стоила до этого 2387. Вот такие дела, мне кажется, что сэкономить лишнюю тущеночку это вообще не лишнее, так что я формирую свою корзину и готовлюсь к тому, чтобы в назначенный день, в назначенное время приобрести их себе домой. На экране вы сейчас видите наш промокод на скидку 5% на весь каталог. Используя наш купон N-Beauty на любой товар из распродажи, вы получаете возможность выиграть до 100 тысяч баллов на покупки в Joom. Если вы еще не скачали это приложение, то я не знаю, чего вы ждете. Пожалуйста, ссылочка будет в описании под этим видео. Скачивайте, и мы уверены, что вы не пожалеете. Что тебя может успокоить, когда ты бесишься? Знаете, мне кажется, что у каждого есть момент, когда ты бесишься, и думаешь, что вот если бы... Ну, вот бесишься, например, на парню, на муж, вот если бы он сейчас сделал вот так, то все бы прошло. Но все мы понимаем, что в момент бешенства что бы не сделал, он бешенство, скорее всего, не пройдет. Я думаю, что ему надо подойти извиниться, но если ему подойдет извиниться, то, скорее всего, будет послан, да? Ну, типа, это же все-таки момент злости, да, момент агрессии. Но у меня есть очень четкая позиция. Я никогда не посылаю никуда, не оскорбляю во время ссоры, а не во время ссоры и подавно. То есть я для себя это поставила как табу, потому что такое вот у меня аккуратно брошенное слово, да, оно оставляет такую потом дыру в душе, которая зияет и не дает потом спокойно функционировать. Ну, лично у меня так. В общем-то, я не знаю. Мне кажется, что самый лучший способ это пойти, отойти, чтобы тебя никто не трогал, чтобы не кидал тебе никакие слова в спину, когда ты идешь успокоиться. Просто вдохнуть, вдохнуть и успокоиться само собой. Это единственный верный способ лично для меня, потому что никакие слова успокоения, ничто не успокоит. Хотя, на самом деле, одна вещь есть. Очень часто такое было, что когда мы ругаемся, кот приходит к нам вот к ногам и начинает делать какую-то херню. Просто типа там как-нибудь смешно упадет или что-то смешное сделает. И просто ссора разряжается этим моментом и все начинают улыбаться, типа, и просто стоят, развязлятся и... Это реально самый тупой момент, когда злишься, потому что что-то смешное происходит, как... Ну нет, я все равно на тебя зли. И все понимают, что типа на самом деле не настолько все плохо, что типа надо дальше агриться. Вот. Но вот эта вот вещь, кстати, это вообще на 100% сработает фигня, потому что мы обсуждали даже, что наш кот отрабатывает каждый вообще пакетик корма, который мы вам даем, потому что вещи, которые он делает и как он себя иногда ведет в какие-то критические моменты, это очень круто. и это очень часто какие-то моменты спасало. Реально. Вот я вспомнила, почему мне стало... Я не могу даже, меня очень смешно до сих пор, потому что это реально какая-то магия. То есть приходит, просто делает какую-то херню, которую никогда не делала, и вот он и сделал такой, типа, что? Почему сейчас? Меня успокаивает... Ну, допустим, произошла какая-то ситуация, с которой я такая думаю, господи, трэш, ужас какой, типа, почему я там... Ну, или что-то типа того. Что я делаю первым делом? Первым делом я жалую всем, кому только возможно, всем подружкам, всем друзьям, вообще просто всем. У меня массовая рассылка по всем моим чатам. Я все всем сообщаю, со всеми обсуждаю, такая пишу, да, прикиньте, какой пи***ц. И у меня все такие, да, прикиньте, блин, Диана, вообще полный трэш. Я такая, да. Вот это вот все происходит. Также я могу пойти покурить, ну, или просто там побыть наедине с собой, тоже в зависимости от того, что происходит, но в большинстве случаев меня успокаивают диалоги с друзьями, которые меня поддерживают и говорят, да, какая жесть, типа, Диана. И я такая, да, вот так. А так еще, кстати, я стресс заедаю очень часто. У меня какая-то такая хрень, что типа я награждаю себя едой. У всех свои способы награждения себя. Недавно почему-то, кстати, не жрать начала вкусное, а пить какие-то напитки разные. То есть типа я начала газировку покупать в больших количествах, какие-то молочные коктейли. Ну, в общем, странно, что ли. Что ты последний раз делала впервые? Как мы это смогли перевести с английского? Я, хотя... Ммм, мозга. Я сегодня впервые снималась вместе с Дианой, кстати, для рекламы. А, кстати, да. Нас кто-то снимал, типа, да, мы сами смотрели. Но мы, скорее всего, публикуем это, но это будет не на канале, а в инстаграмах, поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Вот наши никнеймы у вас на экране. Подписывайтесь. Я думаю, что через неделю после выхода этого видео, примерно, я публикую в сторис результат нашей съемки, конечно, если он появится уже в этот момент, и закреплю где-нибудь в хайлайсах, в общем-то. Поэтому... Да даже если плохой будет, на самом деле, то все равно. Я, честно говоря, так не хочу на это смотреть, мне страшно. Я вообще, типа, боюсь свои видосы пересматривать, и когда-то так что-то. Про это я вообще молчу. Но это, если что, не для телека, это для платформ в социальных сетях. Воруешь ли ты шампуни и гели для душ из отелей? Абсолютно. Всегда. Always. Какой ужас. Привозила, причем неоднократно, я из Италии привозила, из Турции. У меня все лежит вон в той коробочке, кстати. Я тоже их не использовала. Они просто лежат как напоминания. Причем даже подаренные, украденные шампуни, как будто, это не мое воспоминание, но они все равно лежат, типа, оаа, привезли. Сувениры. Я все забираю из ванной. Шапочки для душа, коробочка, которая персональная, такие типа, там, маленькие мыльцевы, то есть у меня вообще полная набор всегда. Последний улов, который мне очень понравился, это когда у тебя долгий рейс на аэрофлоте, тебе выдают там вот маски вот такие, зубные щетки одноразовые, маленькие пасты, мне так понравилось. Я украла зло и бамя. Ну, это не украла, это типа тебе полагается. Ну, да. Ну, как бы не оставила на следующий ванк. Понятно. Ну, я себе все забрала. Воровала ли ты уличный знак? Сейчас я принесу. Уж не знаю, считается ли это уличным знаком, но это я лежала в трамвае, почти на улице, в принципе. Это наш с мужем трофей. Мы просто как-то ехали в трамвае, чуть ли не последним. Одни были, было уже поздно, а оно просто как-то лежало. Ну, как, было вставлено как бы в этот трамвайный бок, но мы решили, что нам нужнее сто процентов. Ну, знаки именно, прям знаки дорожные, огромные вот эти вот тяжелые. Я нет, но я уверена, что Миша да. Поэтому, если у нас дома появится какой-нибудь знак, то я не удивлюсь. Я ни разу не вырывала, даже не с кем было. Решала ли ты начать собирать наклейки из какого-нибудь магазина, чтобы тебе дали что-то в подарок и забивала потом на это? Всегда. Каждый раз я вижу какую-нибудь книжечку в перекрестке или где-нибудь Билли, я говорю, типа, мам, смотри, сковородка всего лишь, там, не за 15 тысяч, а за 4. Мама такая, Настя, зайди в интернет, вбей название сковородки, она там стоит, типа, не 4, а 3. Я гуглю, и реально везде обман, поэтому я собираю какое-то время, потом мне открывают глаза на правду. И я забиваю на это хрен, потому что это реально в 90% случаев обман, и как-то так. Но вообще, купоны и скидки и акции это моя жизнь. Я покупаю по акциям абсолютно всё. Я не могу долго об этом говорить, очень долго, это отдельная тема для разговоров. Я, кстати, опять же, в Инстаграме очень часто в историях что-нибудь рассказываю, и вот там я поднимала огромный просто блог про акции в магазинах, очень долго обсуждала, в директе переписывалась по этому поводу. В общем, я люблю это дело. За меня собирает наклейки папа, он мне уже набор ножей каких-то охранительных принёс, стойку такую классную, деревянную, тяжёлую, с такой, знаете, лапшотной ножей, короче, что-то. Бокалы есть очень красивые, из пятёрочки, знаете, думаю, вы их все видели, они такие рифлёные, вот, но, типа, да, у меня кучу раз было такое желание, сейчас я точно начну собирать наклейку, а потом я этого не делаю. Что бы ты предпочла, быть атакованной медведем или роем пчёл? Ну, честно говоря, это, знаете, как пики точёные, или... Я бы, знаешь, как хотела. Ни того, ни другого. Я бы хотела, чтобы когда на меня шёл медведь, его атаковали пчёлы. О, это было бы идеально, конечно, но если по-серьёзки, то от медведя навряд ли я бы с физической подготовкой смогла бы отбиться, а пчёлы, ну, типа, это... От них тоже можно умереть. От можно умереть, естественно. У меня бабушка как-то глотнула, короче, в темноте на даче стакан, в котором было варенье немножко на дне, и там были пчёлы, и она глотнула. Почему? Много там было, было там дохера, внутри рта просто был трэш, но всё ок. Исходя из этого случая, я помогу сделать вывод, что, скорее всего, даже в каком-то большом количестве это не очень... Ну, это серьёзно, но это не смертельно, а медведь, скорее всего, гром. Это... Вернёмся к вопросу про то, что если бы у меня было пять жизней, в общем, но жизнь одна, поэтому, наверное, пчёлы. Плюс... Медведя вообще ещё жёстко боюсь. Считаешь ли ты шаги? Бывает такое, да, бывает такое, что просто идёшь, задумываешься, ритмично, и ты начинаешь, во-первых, считать шаги, потом менять свой темп, типа, в зависимости от музыки, но не танцевать, типа, а просто как-то чувствовать себя как будто в клипе, типа, крутая походка какая-то такая, и ты считаешь шаги, и всякие... Ну, у меня такое бывает. Когда задумаешься, и вот, да, погрузишься в какое-то такое, то случается. Ещё лава иногда бывает, типа, не наступать на стыки между плитками. На лугу уже не обязательно. Обязательно. Потому что у тебя провалится нога. Так, я сама шаги не считаю в голове у себя, просто у меня установлен виджет на последней прошивке айфона, который мне сразу же показывает. Прям в меню. Ну, сколько у меня. У меня сегодня я прошла 8 420 шагов. У меня тоже есть часы, браслет, фитнес-браслет, да, это называется. Всем привет, кто купил себе Xiaomi Mi Band 4 после Кати Коносовой, после её телеграм-канала. Это я, да. И, собственно, да, тоже считаем шаги. Ну, не знаю зачем, правда, просто. For fun. For fun, реально. Когда-нибудь танцевала без музыки. Ну, и такая перекрышка тоже случается, когда настроение особенно хорошее. Разрешиваешь ли ты ручки и карандаши? Я, да, потому что, ну, как, сейчас я не пользуюсь просто этими предметами, они мне просто не нужны, но, когда я училась в школе, в колледже, в универе и так далее, ну, особенно в школе, если я в колледже уже была постарше, могла это как-то контролить и думать, фу, Диана, это не так некрасиво, то в школе у меня было такое, что мне нужно было просто до кости прогрызть эти карандаши, потому что, когда они не сгрызаны, просто, как будто их грызла собака, типа, как будто не моё. Знаете, прям вот смотрю, и некомфортно. Вот смотрю на чистенькую ручку цельненькую, новенькую, думаю, надо её погрызть срочно. Ну, я помимо этого, естественно, делась то же самое, грызла ластики и пила замазку. Ну, я типа не пила, прям вот так, а могла, типа, на руку слезать. Я жрала бумагу из тетради. Это реально. Для меня в шоке, что ты замазку пила. Для тебя в шоке, что я бумагу жрала. там было дело. Давай дальше. Позировала ли ты когда-нибудь голый для журнала? Абсолютно нет. А для чего-нибудь? Нет. Я даже извиняюсь, там, перед всеми своими знакомыми, я никогда даже, там, типа, сиськами не фоткалась, там, типа, селла по телефону такая. Не понимаю этого прикола. Я понимаю, что некоторые думают, что все, типа, делают фотки голыми. Там, хотя бы для себя или для кого-нибудь. Но я не понимаю прикола. Прикола, поэтому no. Короче, нюдисов у тебя нет. Absolutely no. У меня тоже. Но, знаете, у меня я фоткалась не для журнала. Блин, такая, на самом деле, тупая история. Короче, я когда поступила в 16 лет на первый курс колледжа, может быть, прошло недели или две от начала учебы, и тут ко мне подходит какая-то знакомая девочка с моего потока и говорит, а, говорит, что-то хочешь сфоткаться? Я такая, наверное, да. Типа, а для чего? Она приводит ко мне какую-то девчонку со старшего курса, то ли это была с четверокурсницей, то ли третьей курсницей. И говорит, типа, вот, смотри, я тебе девочку нашла. И она такая, о, супер, отлично! Спрашиваю, а для чего? Вообще фото. Она говорит, я сейчас снимаю проект, календарь, какой-то фанатский, кажется, что-то торпеда, Москва или что-то типа того. Она говорит, и я делаю этот календарь с девчонками, без одежды. Все девчонки в этом календаре как бы закрывали все свои места причинные чем-то. И я стояла, ну, я на самом деле была в трусах, и, по-моему, на мне был лифчик. Я стояла, у меня были очень длинные волосы, у меня полностью все закрывалось примерно до пупка, и также я держала вот так вот шаг. И это выглядело очень тупо, но там весь календарь такой. И все в разных потах, там кто-то на шпагате сидит. Вот так вот он же закрывает грудь, там типа кто-то там, еще что-то. А приедете, кто найдется подписчику в этот календарь? Пожалуйста, там вообще ничего такого нет. Ну, это реально, это просто ржач, кринж, орешь. Расскажи про свой завтрак. Короче, у меня есть одна особенность. Я ем некоторые продукты до момента, пока меня от них начнут блевать. Реально, от заработного рефлекса. Я помню, у меня так было с слойками с сыром из алых парусов. Я их ела, наверное, несколько лет, но в какой-то момент я поняла, что все, типа вообще не могу. И так же было с яичницей. Вот мы с мужем постоянно ели яичницу либо омлет, там с сыром, с помидорами, там, естественно, все такое вкусное, но потом как-то просто отрезало и вообще невозможно больше есть яйца, в принципе. И сейчас мы едим наггетсы. Наггетсы мироторговские в основном, покупаем по акциям, естественно. Если нет мироторгов по акциям, то берем какую-нибудь вязанку, либо перфетто, есть еще такие, есть такие. Вот. В общем, наггетсы куриные в панировке, с сыром, мироторг мои любимые. Вот мы каждое утро их едим в одну пачку, на двоих. Мыши есть чуть больше, я чуть меньше. Наггетсы и кофе с молоком обязательно каждое утро. Все наши внимательные алды, которые с нами давно на канале, знают, что я уже лет пять в этом году, наверное, да, ем на завтрак одно и то. То есть у меня это прям супер-классический завтрак, мне без него прям вот плохо, когда я понимаю, что я сегодня буду есть что-то другое или там нет возможности приготовить. Я такая думаю, нет. Но когда там, опять же, мы находимся где-нибудь в отпуске, в отеле, я всегда себе подбираю что-то аналогичное. Короче, это у меня классический вариант моего блюда. Это хлеб, желательно какой-нибудь, там, я не знаю, может быть, бездрожжевой, подовый, ну, вот такой, короче, не белый, мягкий, простой. Кусочек сыра и сверху яишенка. Она также может быть в разных вариациях. Это может быть яйцо Бенедикт, которое с жидким желтком, схваченное с разных сторон. Также это может быть скрэмбл или просто омлетик. Ну, как тоже я, которое разбила на сковородке, но он, тем не менее, развалился на куски. Но это никогда не глазунья. Я вообще не могу сдерживаться с каким серьезным всем. Это может быть яйцо Бенедикт, скрэмбл либо омлетик. Но я никогда не глазунья. Я не люблю глазунью, когда вот эта вот слизь там вся сверху мне прям мерзко, противно. Вот такое прям. Особенно, когда еще низ поджаря слизи, я думаю, фу, как это можно жрать. И вот такой вот вариант. Но часто туда добавляются разные еще ингредиенты, например, какой-нибудь зеленый лук пожаренный также в яичнице или авокадо перемолотые с сыром брынза, например, или сыр может быть разный, или колбаса какая-нибудь веганская. Обожаю веганскую колбасу. Вот. Ну, короче... А про сегодняшний хлеб ты расскажешь, надеюсь? А-а-а! Прикиньте, какой ублюдочный хлеб у свири, вы просто посмотрите. Знаете, как я психанула, когда я это увидела? Я хотела его выбросить. Это мне, я просто с утра сегодня мы встречались перед съемками, написано, что ты знаешь, что произошло? У меня жестко вывесила одна вещь, и пришла мне водку хлеба. Ты посмотри на этот хлеб. Я реально, подумала, фу, как так можно? Короче, это было просто ужасно. Я прям на это смотрю и думаю, как себя жрать? Какой кошмар! И знаете, вот прям вот из-за этого прям даже невкусно как-то было. Просто увидела эту дырку в хлеб, подумала, что за х** я? А там весь хлеб такой, то есть такая вся буханка с дыркой внутри. Совсем, что ли? Вкусливо. Алло, ленивая ли ты? Раз на вас не приходится, могу вообще быть суперпродуктивной, прям бегать такая, еще возмущаться, какие все непродуктивные, почему все лежат, а я такая делаю, все, а иногда вы просто ой, я тут полежу немножечко, я сегодня не могу ничего делать. И вот просто, ну, бывает, но зависит от выгорания больше. Я могу прям типа два месяца вот так постоянно что-то делать, 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 снимать, 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 а потом просто или такой ой, 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 и вот типа все. Но это не лень, наверное, это просто выгорание. Ну, у меня на самом деле, как мне кажется, я бы в принципе, дай мне возможность, я бы вообще, наверное, ничего не делала. Вот правда. Ну, вот если бы у меня была финансовая возможность, например, там настолько, не просто, чтобы я жила, типа спокойно у себя в квартире, а чтобы я могла себе позволить, там, я не знаю, жить в любой точке мира, просто кайфовать от жизни, я бы не делала ничего, я бы просто кайфожорила очень жестко. И на самом деле, мне кажется, что да, я вообще жестко ленивая, либо это выгорание, это уже я не знаю. Кто ты по китайскому гороскопу? Вообще, свинья, мне подпечатать, я думаю, что это все-таки больше кабан, чем свинья. Я 95-го года рождения. Я тоже. Упрямая ли ты? Я могу сдать, как бы, позицию упрямости, в случае, если я реально понимаю, что мой, типа, оппонент больше разбирается в вопросе, да, в котором я пытаюсь как-то выгнать свою линию, либо у меня просто нет настроения спорить. Типа, такое, что да, окей. Вот. Но, наверное, это не все проявления упрямости. Вообще, я люблю гнуть свою линию, если я думаю, что даже в перспективе какие-то действия, к которым я пытаюсь побудить человека какого-то, они принесут плоды. Вот. И я достаточно часто все-таки больше упрямая, чем нет. А я даже не знаю. Ну, скорее всего, нет. Ну, в зависимости от ситуации, знаете, если там, например, я понимаю, что надо кровь из носа либо сдохнуть, либо получить то, что мне нужно, тогда да, в такой ситуации. Но это редко. Ну, реально редко, мне кажется, вообще непрямая. Ну, да. Это как с... Просто это к Лене тоже относится, то, что Лене... Ну, я не знаю, на самом деле, мне в большинстве просто вообще на что-то. Там, если со мной кто-то спорит агрессивно, с пеной у рта, то, хотя я понимаю, что в моей голове человек совершенно неправ, то я скажу все, давай, потому что я не хочу там ничего доказывать. Ну, к примеру, если речь идет о споре о каком-то. Ходила ли на танцы? Реально забыла, не рассказывала вам. Да, ходила, оказывается. Я просто думала про детство, типа, прям про детство. По-моему, меня отдавали куда-то, но это ни к чему не привело. И вот K-pop был кавердэнс. Ну, я тоже ни к чему не привела, собственно говоря. Ну, как это? Вы там выступали. Зая, но я, я бревно абсолютно. Я понимаю, что я тянула команду вниз, и когда я ушла, девочки прилетели в Коре, все не стало хорошо. Ну, просто я вообще, типа, no plastic, просто бревно. the wood. Да, моя мама отдавала на танцы, но, типа, это долго не продлилось. Это не самое интересное для меня занятие. Хотя, сейчас я была бы не против как-нибудь потанцевать. Это, кстати, было бы весело. Плакала ли от счастья? Да. 100% плакала тоже, но я не помню, от какого. У меня, как вы помните, знаете, или кто не знает, у меня проблемы с памятью, реальные проблемы с памятью, то есть, это что-то ненормальное. Я забываю какие-то фрагменты своей жизни, и вот хоть убей, не вспомню. Я также забываю кино, книги, сериалы, сюжеты. Очень легко улетает из головы. Плакала, но не помню почему. А ты почему плакала? А я не помню. Тоже не помню? Ну, от счастья точно плакала. Ну, не помнишь почему? От какого конкретно счастья? Ну, в общем-то, да, вот такой вот у нас ответик на этот прекрасный, завершающий, кстати, вопрос. Если какой-то из наших ответов нашел в вас отклик, и вы хотите об этом поделиться, не забывайте писать комментарии, не стесняйтесь, мы все читаем, просто не всегда также есть возможность что-то ответить, но пролайкивать мы и стараемся всех. И обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и всем большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok